василий маханенко закон джунглей книга 9 глава 1 вперед скомандовал я мы свели и взявшись за руки помчались по узким проходам подземных уровня к долина прямо как в старые добрые времена когда мы зависели только друг от друга альтая с легом обосновались в центральном дворце мира демонов и выдержали уже три встречи с князем каким образом отец альтая не прибил лиога во время первой встречи зеленоволосая объяснить не могла князь навис над лиогом и хотел задавить того своим авторитетом однако тихий и скромный сын бывшего главы клана тигра выдержал напор мало того выдержал и тяжелый взгляд в общем вот уже неделю наш ученик оставался живым и здоровым умудряясь ходить по краю острейшего лезвия пребывание в центральном дворце положительно сказывалось на возвышении моих учеников они двигались по рангам этапа мастер совершенно их не замечая радужное ядро с легкостью впитывала в себя любую стихию а ее рядом с первородной душой было много всего за две недели мои ученики добрались до серебряного ранга и как мне казалось это был далеко не предел золотыми мастерами они станут если не через два то через три дня точно вот дальше будет уже сложнее нужно разбираться с духом и тем как его формировать эльда с кармином двигались в бузгал столицу южной части второго пояса мира людей контролируя процесс лечения мастеров наискатели уже начали смотреть как на небожителей они делали свою работу не требуя платы или не выставляя кабальных условий тем не менее мастера что вылезали из лечебной капсулы все равно вручали моим ученикам духовные монеты духовные камни какие-то артефакты все сугубо по своему усмотрению ленивец сидел в установленной неподалеку от города палатки альтай и не высовывался как-то само собой сложилось что мы с вели и пользовались жилищем наши ученицы даже не пытаясь смотреть в сторону своего походного дома что говорила о качестве палатки даже моя жена по-особенному смотрящие на понятие дом ни разу не сказала что ее что-то не устраивает наоборот или и устраивала все особенно то что альтая тихонько молчала и не возмущалась таким фривольным обращением с ее собственностью так вот ленивец страдал ему зверю из третьего пояса мир людей было крайне тяжело находиться во втором круге мира демонов мало того что здесь не было еды так еще и особый демонический дух терзал легкие каждый день мне приходилось отдавать ленивцу 20 кристаллов стихии а также лечить в противном случае зверь начинал недовольно рычать и недобро посматривать в сторону города рядом с которым мы находились еще рано у меня на ленивце имелись вполне конкретные планы и о том что зверь вообще существует никто не должен знать за палатку я не переживал без доступа попасть в предмет этапа зародыш бога не получится не говоря уже о том чтобы и вовсе его украсть особо любопытных и настырных если таковые появятся встретит злой ленивец этот своего не упустит что еще произошло за неделю на самом деле очень важная деталь из-за которой мы просидели три дня без движения формирование радужного сопряженного ядра стихий альтая ушла вместе с ней ушло и тройное сопряжение мы с вели и вновь превратились в обычных сопряженных воинов и этот момент следовало как можно быстрее устранить чем мы и занялись лишившись всех четырех сердец стихии да потеря катастрофичная теперь с радужными ядрами придется повременить однако отставать в сопряженном развитии тоже плохо причина по которой мы с вели и неслись по узким и грязным коридором подземных уровней кадалина оказалась простой и банальной на базу сектантов завезли новую партию рабов видимо кому-то требовалось очередное возвышение вместе с рабами один непримечательный демон внутри которого не было ни следа сектантской жижи привез большую бочку грязно-желтого яда бочка была сделана из металла древних и внутри нее с легкостью могли спрятаться мы с вели и настолько огромная она была меня сразу возникли определенные планы на это творение сектантов бухао если приделать крышке ручку можно настолько плотно закрыть бочку что ни одна техника или аура не сможет навредить тем кто находится внутри емкости давно собирался сделать себе подобный ящик но все время откладывал этот вопрос вот демоны обо всем позаботились судя по тому что пленников начали выводить из камер готовилась масштабное жертвоприношение допустить которые мы конечно же права не имели неприятно говорить но из сотни людей попавших в плен не выживет никто я просто физически не смогу перетащить их в мир людей никак да даже если перетащу то их убьют свои же о том как демоны умеют превращать людей в своих шпионов знают все так что люди умрут это неприятный но все же факт вот только я собирался сделать это максимально быстро и безболезненно не заряжая грязно-желтую жижу вход на базу сектантов находился на втором подземном уровне и охранялся целым мастером мы свелее стартовали с противоположного конца к долине горожане и несколько отрядов стражников должны были увидеть нас в парке и запомнить все остальное особенно когда у тебя есть перед глазами карта города являлась делом техники отыскав проход мы спустились в подземелье и пользуясь тем что на втором уровне не имелось освещения спокойно понеслись техниками вперед пилея полностью мне доверяла поэтому не переживала что ничего не видит мне же глаза не требовались меня вело духовное зрение стражник умер мгновенно постоянное сражение с людьми научили демона вначале реагировать затем думать на что реагируешь ощущение опасности подсказала ему что надо установить духовную броню вот только это слабо помогло энергетическому вампиру не требовалось пробивать защиту очутившись рядом с мастером я в мгновение ока выкачал из него и из всех его защитных артефактов энергию и стихию какие все же опасные существа энергетические вампиры уверен если собрать группу из 20 30 таких существ можно выиграть любой локальный конфликт техники будут поглощаться ауры игнорироваться энергии стел противников постоянно будет исчезать если же среди вампиров окажется еще и абсолют разума а не только духа то можно выиграть не только локальный конфликт но и всю войну главное чтобы против тебя не вышли существа следующих этапов возвышения с владыками мне еще рано встречаться без альтаи использовать черепаший панцирь и осиное жало не получится в этом плане конечно уход сопряженной ученицы сильно ударил по нашим возможностям тело мастера отправилась в хранилище велее выделила специальную зону куда можно скидывать все тела поставлять после себя хоть какие-то улики мы не собирались двое сектантов из высшего света к долину уже явились на базу они общались управляющим листали книжку и слишком активно размахивали руками споря друг с другом по всей видимости двое воинов решили стать мастерами и подбирали для этого подходящие жертвы всего на базе имелось чуть больше сотни пленников так что в мастера мог превратиться только один сектант собственно демоны спорили между собой пытались доказать управляющему что пришла именно их очередь возвышения твари как они есть оба демона прибыли с мастер не самый сильный но уже и не медный только получивший свое ядро стихии еще раз удостоверившись что в округе нет ни души я начал деактивировать артефакты на лестнице устройство древних подающих сигнал об опасности оставляют такой ценный металл сектантом нехорошо добравшись до запертой двери мы свели и переглянулись и кивнув друг другу принялись причинять добро моя жена ударом ноги выломала дверь стоило отдать должное двум мастерам они явно готовились к атаке видимо предчувствие опасности у обоих оказалось на высшем уровне не успела дверь слететь с петель как в нас уже летели атакующие техники сгустки огня земли вот только что такое чистые стихии против энергетического вампира на нас нужно охотиться чистой сталью они техниками или стихиями только так у наших противников есть хоть какой-то шанс на победу либо как это сделал я на арене школы ярости нужно перенасытить противника но делать так мастера не умели да и нечем им было меня перенасыщать поглотив атаку я выкачал энергию из охранников велее закончила остальное наша пространственная аномалия пополнилась еще двумя телами но останавливаться на этом мы не собирались больше мастеров на базе не было управляющий двое сектантов а также десяток человек обслуживающего персонала включая жирного палача оказались простыми золотыми воинами страшные силы по меркам второго круга но такая бесполезная сейчас вы что творите вы знаете кто я такой до вас всех сотруд в порошок если со мной хоть что-то произойдет одеты по последнему слову моды демон пытался даже угрожать не помогло духовная стрела этапа мастер врезалась ему в грудь разрядив несколько артефактов и создав весьма некрасивую сквозную дырку с такой раны не живут управляющий пытался что-то сделать у противоположной стены находилось какое-то устройство древних видимо подававшие сигнал об опасности так что пришлось действовать максимально быстро добраться до стены управляющий не успел помешала возникшая стена ветра пусть это стоило мне целого кристалла стихии но почему-то показалось важным не пустить управляющего к устройству вдруг вся база исчезнет в руках демона появился взведенный арбалет из которого тот собирался выстрелить в устройство но к этому моменту мы с велей уже прибыли в пункт управления разговаривать задавать вопросы или брать кого-то в плен я не собирался духовная стрела оборвала жизнь управляющего базой что до последнего пытался выполнить свою задачу велей прикончила второго крикуна тот даже не дернулся застыв на месте от шока чтобы полностью очистить этаж потребовалось всего несколько минут алтарь находился в активной фазе системой самодельных трубок к нему присоединили емкость из грязно-желтой жижи мало того первая десятка пленников уже ждала своего часа рядом с алтарем безвольные лишенные надежды больше похожие на зверей чем на людей они даже не смели поднять на нас взгляд переборов отвращение я подошел к одной пленнице и поднял ее голову мутный бесцветный взгляд в котором не было ни крупинки сознания аналогичный взгляд был у других пленников поглощающий эмоции алтарь уже приступил к своей задаче или нет даже когда алтарь очутился в нашем пространственном хранилище пленники в себя приходить не собирались разум окончательно покинул тела скорее всего из-за этого сектанты и спорили какой смысл в таком товаре если он не будет испытывать никаких эмоций что сотня что тысячи таких крестьян алтарь вряд ли зарядиться и да именно крестьян среди пленников не было ни одного воина даже учеников было всего три штуки все остальные либо являлись кандидатами либо и вовсе не становились на путь возвышения получается у демонов имелся стабильный канал поставок живого товара я попытался растолкать хоть кого-то лечил звал легонько бил по щекам ноль реакции конкретно эта десятка не может рассказать о своем пленении ничего вразумительного плохо пока канал избыта живого товара не перекрыты люди продолжат попадать на алтари секты бухао в еду демоном второго круга они явно не годились тяжело вздохнув я закинул в пространственную аномалию десять тел то что я совершил было необходимостью велее осталось на верхнем уровне у сектантов имелось отдельные хранилища которые нам следовало забрать с собой я же спустился вниз туда где вовсю развлекался слизень выкачивая из пленников не только энергию но и само понятие жизни видимо в этом надзиратели ошиблись даусов слизень просто бы обнулил с теми же кто не вступил на путь возвышения он поступал куда хуже он выкачивал из них разум так и оказалось из сотни пленников только девять сохранили хоть какие-то признаки разума как раз те самые трое учеников и шестеро кандидатов остальные к сожалению отправились в наше хранилище нас тоже убьешь мужчина в возрасте хмуро следил за моими действиями для него я был просто демоном решившим уничтожить всех людей скорее всего кивнул я усаживаясь на грязный пол напротив него мне нужна информация кто вы и как здесь оказались тебе это какая разница тварь пленник уже перешел черту после которой ему стало все равно он не боялся не меня и демонов и самого неба он смирился со своей судьбой однако с ней не смирился я судя по тому что я вижу ты из второго пояса глаза не зеленые значит не запада скорее всего с юга или востока если последнее мне без разницы с кланом грифона я еще не пересекался но если ты с юга второго пояса то те каналы поставок живого товара по которым ты прибыл сюда нужно прикрыть дом кан слишком велик чтобы позволять терять людей со своей территории дом каан как будто им есть дело до нас простых горожан когда началась вся эта заварушка с аномалиями их превращение во что-то жуткое где был дом каан нам пришлось бежать из своего города чтобы не быть сожранными заживо опасными тварями где был дом каан когда нас схватили сволочи из дома прит хотя кому и рассказываю демоны что только и умеют что убивать беззащитных давай реже меня сопротивляться не стану ты попал в мир демонов через червоточину где она находилась моему терпению мог позавидовать даже наставник герлон что решил прогуляться по нашим землям уродец давай приходи пусть тебя сожрут твари вылезшие из аномалии дырка находилась на юге в трех днях пути от ларица значит ты бежал от черной аномалии понимающий кивнул я дом прит вместо того чтобы помогать дому каан выводить людей в безопасное место хватал их издавал демоном или они сами провели тебя и других через червоточину да что ты ко мне пристал истерично зарал пленник не было никаких демонов они появились уже здесь в своем мире значит дом прит три дня пути от ларица куда ты двигался по дорогу в столицу червоточина не было на севере тоже строго на восток из ларица нет дороги значит вы двигались на юго-восток к быткару вспоминай это важно кому важно мне да мне плевать и на тебя и на твои вопросы и на всех даусов не сумевших защитить мой город дом каан уничтожил твари вокруг ларица выжило порядка десяти тысяч горожан ты можешь продолжать себя жалеть а можешь собраться и помочь остановить дом прит выбирать тебе десять тысяч живых безумие покинула пленника кто кто выжил это лжешь ты демон что хочет получить от меня информацию что дружки тебя кинули это решил получить свое не выйдет я ничего тебе не скажу тварь лучше сдохнуть чем предать своих есть здесь не для того чтобы тебя в чем-то убеждать кроме тебя в сознании осталось еще восемь человек мне нужно поговорить с каждым и понять вменяемы они или нет чтобы остановить поставки живого товара нужна информация сейчас ее нет твое упорство приведет к тому что вскоре сюда явится еще один караван с простыми крестьянами или горожанами затем еще и еще даусов жаждущих получить прибыль не остановить красивыми речами о возвышении им нужны духовные монеты и демоны с удовольствием меняют их на живой товар так что подумай еще раз что тебе важней промолчать не понимая кто я и что тут делаю или попробовать спасти как можно больше человеческих жизней если у дома кан будет информация о доме прит они остановят поставки этого хватило пленник рассказал обо всем начиная от того где их схватили заканчивая тем как кто куда вез и что с ними делали дальше даусов среди пленников действительно не было он сам стал на путь возвышение случайно в основном здесь оказались обычные горожане что бежали из ларица сиди здесь мне нужно проверить остальных потом решу что делать с вами дальше к сожалению с кандидатами тоже пришлось решать вопрос радикально все их отличие от обычных горожан заключалась в том что они умудрялись мычать то что я изначально воспринял как попытку общения оказалось остаточным явлением двое других учеников были более сговорчивы чем первый вот только истерии их мало чем отличалась от той что я уже слышал стащив всех в одну комнату я использовал лечение и достал всем еды как бы горожане не пытались изображать великую гордость инстинкты взяли свое последний раз они ели еще в мире людей схватив миски все трое начали запихивать в себя еду боясь что я ее отниму сверху раздался оглушительный грохот доставивший всех вздрогнуть я же улыбнулся моя ругающаяся на все лады жена ломала стены не желая оставлять металл древних демонам о том что базу придется взорвать с помощью снаряда она еще не знает секта бохау должна долго ломать голову над тем что здесь на самом деле произошло и куда подевались все тела это еще для чего ларисмат представляющий славно рот луц из дома кан с сомнением посмотрел на веревку появившуюся у меня в руках очень чтобы мы все повесились ты для этого нас кормил людям запрещено свободно передвигаться по городу демонов либо корм слуги если хотите выжить сейчас вам придется играть роль слуг не хотите скажите сразу я вас убью и ваше страдание навсегда закончится отпустить вас я не могу до тех пор пока у меня не реализованы все планы в этом городе никто не должен знать что мне пришлось сделать так что решайте здесь и сейчас временное рабство или смерть временное ларисмат луц явно не верил демону насколько временное 50 лет на то чтобы закончить все свои дела в кодолине мне нужна неделя затем мы отправимся к червоточине ее нужно уничтожить это еще какое-то время полагаю три недели нам понадобится чтобы добраться до места я убью всех кто охраняет проход между мирами и выпущу вас в мир людей после чего закрою червоточину собственно на этом наше знакомство будет завершено что с вами произойдет в мире людей меня уже волновать не будет но если вы явитесь в дом кан и сообщите о том что произошло получите награду на тебя одежда искателя почему спросил норзат слуг второй пленник собственно вся троица принадлежала роду луц дома кан потому что я искатель посчитав что от меня не убудет я продемонстрировал табличку и невольно сжал голову когда сверху раздался очередной грохот вели резвилась на полную что нам нужно делать продеть веревку в ошейнике и следовать за мной с низко опущенной головой если хоть один демон поймает ваш взгляд он будет вправе тут же вас убить для всех местных вы даже не тараканы хуже что-то мерзкое и неприятное что нужно давить при первом удобном случае если вы ошибетесь и решите продемонстрировать свою гордость или силу вас убьют почему ты убил остальных пленников их можно было вывести вместе с нами потому что вот это существо уничтожило их разум мне начала надоедать возня с этой тройкой однако я продолжал развивать терпение даже показал им слизня эль да уже высказал мне несколько ласковых слов относительно того что я притащил это чудище в общее хранилище однако это было даже полезно ученица должна окончательно избавиться от своих страхов ты что делаешь воскликнул лари смит когда норзак схватил веревку продев ее в свой ошейник он протянул конец веревки дальше спасаюсь этот демон сказал что в ларице выжило десять тысяч человек здесь я точно сдохну там там есть шанс нужно играть безвольного раба несколько недель да я буду самым покорным рабом на свете если это поможет мне вернуться домой я сделаю это этого оказалось достаточно и вскоре вереница из трех тел поднялась на верхний этаж велея к этому моменту закончила ломать кабинет управляющего и запихнула большой кусок пластины древних в хранилище мы обрабатывать этот металл не могли существовала определенная технология переплавки однако у нас имелась альтая как оказалось центральном дворце демонов существовала особая плавильная установка что превращало все бесформенные куски металла древних в слитки из которых затем можно изготавливать различные поделки собственно весь бесформенный металл которым нельзя воспользоваться для блокировки энергии был отдан нашей зеленоволосой ученице пусть ее родичи гадают откуда альтая все это берет и куда девает всего трое удивилась велее посмотрев на пленников остальные что совсем невменяемые были да и не оба с ними муж я не успеваю здесь еще так много всего нужно забрать нельзя оставлять сектантом такую базу так даусы хватит играть невинных и оскорбленных снимайте веревку и приступайте к работе вот вам топоры молот и ломики задача развратить здесь все до чего дотянутся руки тому кто придумает как отодрать обшивку выдам вкусняшку чего застыли зандр они меня бесит скажи чтобы шли работать рабы они наши в конце концов или нет я никуда отсюда не выйду пока не заберу хотя бы половину мне надо